Приветствую вас, ну, как вы рассказываете свою историю, как вы ее описываете, я, честно говоря, думаю, что не настолько сильно вы избавились от чувства вины, как вам того хотелось бы возможно. Вот, судя по тому, что вы пишете, вот, потому что, если бы это было так, ну, немножечко другие вещи вы бы писали и, поверьте, немножко по-другому. Ну, выстраивалось бы ваше повествование, вот, а так получается, что все вот то, что вы описываете, да, все это до сих пор живет в вас, все это до сих пор как-то вот вас обижает, все это до сих пор вас задевает. Оно и понятно, то есть я не говорю, что, я не говорю, что не должно задевать, я просто говорю, что задевает. И на маму, наверное, обиды есть какие-то, да, и в чем-то вы... Так же, наверное, ее склонны винить за то, что с вами произошло и происходит. Вот, так что я бы, я бы на самом деле предложил бы все-таки более, так скажем, подробнее изучить эту историю, да, изучить этот момент. А вот, потому как, ситуация серьезная и сбрасывать ее на промо-даг явно не стоит. Вот, вот, то есть работать нужно с вашими обидами на маму, которые мешают вам, на мой взгляд, очень сильно. Вот, сейчас, ну, на данный момент, на данный момент мешают очень сильно. Вот, и, соответственно, было бы неплохо начать именно с этого. Но, что касается вашего вопроса, который вы задаете, то здесь ситуация следующая. У вас есть большая проблема личных границ. То есть проблема, во-первых, отделения себя от других людей, в том числе от своей мамы. Это одно, это первое. И второе, это проблема защи... ну, проблема защи... защи... защищенности. Вот. Проблема защи... защищенности. То есть вы не чувствуете себя защищенной. Вот. И я бы, наверное, сказал, что в данном случае это нормально, что вы не чувствуете себя защищенной. Вот. Что такое защищенность в данном данном случае? В данном случае, говоря защищенность, я подразумеваю, что вы не чувствуете себя защищенной. Вот. Что такое защищенность в данном случае? В данном случае, говоря о защищенность, я подразумеваю, ээээ... знание того, как вы будете поступать в случае, если что-либо произойдет. То есть это четкое понимание того, как конкретно вы будете действовать в случае, если мама что-то выкинет. Да? То есть в случае, если даже не мама что-то выкинет, а если вам, именно вам, будет какая-то угроза. То есть что вы пытаетесь делать сейчас? Сейчас вы пытаетесь, эээ... предугадать, то, что мама, эээ, будет делать. Вы пытаетесь... вы пытаетесь это, именно предугадать. Вот. Но это невозможно. невозможно предугадать то, что будет делать ваша мама. Почему? Потому что, ну, чужая душа, в общем и целом, потемки. Я полагаю, что вы вряд ли будете с этим спорить, с тем, что, ну, с тем, что чужая душа потемки. Вот. И раз чужая душа потемки, то что будет делать ваша мама, вы знать не можете. Вот. Но пытаетесь, тем не менее, это предугадать. И поэтому вам так тревожно. И поэтому вы боитесь. И хотите защититься от мамы своей. То есть на полном, значит, серьезе пробовать предсказать все то, что она может сделать. Вот. Хотя, на самом деле, это абсолютно бесполезно, потому что предугадать что-либо у вас не получится ничего. Ну, просто потому что, как бы, это женщина, да, это ваша мама, это человек, и вы не сможете. Вот. Поэтому нужно посмотреть на то, как вы могли бы себя защитить. Вот. Нужно посмотреть на то, как вы могли бы себя защитить. Именно себя безопасить. Для этого заниматься вашей мамой, да, условно говоря, совершенно не нужно. То есть вам не нужна ваша мама, чтобы себя безопасно. И не просто понять, где ваши слабые места, и выработать к ним отношения. Своё. И всё. Собственно. Вот. А проблем никаких у вас таким образом не будет. Вот. Это первое. Да? То есть ваш страх, это свидетельство того, что вы обладаете, ну, определенными слабыми местами. Вот. Которые необходимо исследовать. Понятно, да? О чем идет речь, я надеюсь. Следующее. Поскольку, поскольку вы достаточно неблагополучной в семье находились, то я предполагаю, что имеет место быть влияние негативного родительского сценария. То есть вашей мамы на вас. о чем косвенно вы говорите, когда описываете этот момент связанный с разводом, с подачей на алименты и, соответственно, рассказывает историю о своем втором муже. Вот. Дабы ваши отношения сохранить, я рекомендовал бы вам все-таки ну, разобраться в себе. Вот. значит, разобраться и именно, именно в себе разобраться. Вот. И поисследовать этот момент. то есть, поисследовать момент, связанный как раз с вашим уже собственным поведением. Вот. Чтобы, например, не повторить того сценария о вашей маме, который вы можете повторить. Вот. Пусть даже и не как-то специально. Да. Вот. Такой примерный ответ я могу вам дать. То есть, вот, обратите внимание, вы выдаёте вопрос, да, вы спрашиваете, типа, вот, у меня страх, вот, что мне делать со своим страхом. То есть, ну, казалось бы, то этот страх, то она тут выкинет. Но при этом, мы написали большой текст. И я думаю, что за этим все-таки я думаю, что за этим что-то стоит. Понимаете? Вот. И на мой взгляд было бы лучше, если бы вы признали, что проблема существует. Вот. Было бы лучше, если бы вы признались что факт ну, факт наличия у вас вот такого рода трудностей. Вот. И объяснить богатому сырьеону. Вот. потому что я так понимаю, что несмотря на поведение вашей мамы, вы все, оно с ней общаетесь и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Тоже вопрос. Вот. Вопрос, зачем это не общается. Да, вы зависите от ее прописки, но настолько ли пробивка серьезно и важна, чтобы из-за нее вот подвергать себя таким тяжелым переживаниям. вот. Так же я сделал бы предположение о том, что вы в некоторой степени от мамы зависимы эмоционально. Вот. А может быть, может быть, ну, сейчас и в меньшей степени, чем раньше. Вот. Но мне все же кажется, что зависимые. Коль это так, то от эмоциональной зависимости от своей мамы вам так же нужно помочь освободиться. Вот это будет влиять на эээ, ну, в том числе это будет влиять и на эээ, то, как вы будете вести себя эээ, со своим мужем, да, и со своими детьми. Вот. Такая вот история, эээ, я желаю вам эээ, обрыгти гармонию, я желаю вам найти эээ, выход из этой ситуации либо самой, либо с помощью психолога, как вам будет удобно. Вот. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Эээ, если мой ответ вам помог, если он вам понравился, эээ, я надеюсь, что вы эээ, сделаете его эээ, улучшым, вот, ээээ, эээ, 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 ээээ, эээ, ээээ, доброго я желаю вам удачи и надеюсь что ситуация у вас разрешится самым лучшим образом и вы и мама но сколько это возможно будете довольны но ваша мама она сама да без не изменится сама не изменится без ну вашего вмешательства такая вот история